Доброе утро, здравствуйте, проходите. Здравствуйте, Валерия Маркина у нас в гостях. Присаживайтесь к нам, нумеролог, кстати. Очень важный человек в преддверии Нового года, ибо наравне с гороскопом мы верим в магию чисел и интересуемся, что эти числа вам принесут. Да, вот сочетание цифр наступающего года, 2016, что-то там я уже видел, если сложить числа, получится 666. Но вообще как-то насчет следующего года мало оптимизма люди испытывают, но это вещь такая надуманная, нагнетаемая. Давайте ведь цифра эта вещь беспристрастная, здесь нет эмоций, здесь сухие факты. Что скажете? Если говорить о 2016 году, о его влиянии на всех людей, на все государства и все народы, то есть оно так называемое называется универсальное число, которое для всех людей, и в нумерологии здесь просто складывается двойка, единица и шестерка, существующие цифры в этом году, и мы получаем с вами вибрацию девятки. Девятка сильнейшая, конечно, вибрация, она говорит об изменениях, о трансформации, о каких-то очень глобальных, таких серьезных вещах, и, скорее всего, 2016 год станет решающим, и решающим не для одного человека, не для одной страны, а для всех стран и народов в целом. И он покажет, как мы себя проявили в предыдущие годы во всех сферах деятельности, то есть это касается экономики, это касается политики, это касается культуры и так далее. И очень важно, что в голове у нас, что у нас в сердце, как мы относимся к тому, что происходит. Сейчас, если мы паникуем, если мы боимся, то вот тут может вступить Марц, да, он такой вояка у нас, это будет, конечно, неправильно. То есть самое правильное вообще, что можно сделать с девяткой, девятка – это служение людям, служение обществу, служение в полном смысле слова. То есть если мы настроимся на позитивный лад и на то, что мы всей своей жизнью, мы всеми своими эмоциями хотим добра, то, собственно говоря, есть большой такой шанс, что так и будет. Поэтому вот это вот нагнетение, что всё ужасно, всё страшно, надо убрать это из своих голов и настраиваться на то, что да, конечно, это будет, скорее всего, непростой год, но всё, по крайней мере, очень много зависит от нас самих. Думая о других, они себе в прежде очередь и всё младятся. Совершенно верно, молодец. Вот люблю я вас, нумерологов, астрологов. Вот что-то говорят, 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 и вроде и не страшно всё. Но с другой стороны... Лёгкая тревога есть, да? С точки зрения нумерологии нас спасёт одна цифра. 2016 долларов за баррель нефти. Вот это было бы здорово. Валерия, что касается на сегодняшнюю ночь, 31, 1 переход, вот знаешь, что он какой-то необычный такой... Мистическое число 31, оно относится к зеркальным таким числам. Мы не так давно с вами встречались по поводу числа 13. Было дело. Вот, 31 – это зеркальное отражение числа 13, и оно более позитивное. Пожалуй, из тех вариантов, когда выходит четвёрка, 3, 1, да, у нас четвёрка, это самое благоприятное на самом деле сочетание, потому что впереди стоит число 3, тройка – это развитие, это рост, это самовыражение, да, это творчество, это, опять же, защита, поддержка. То есть такие вот замечательные вибрации стоят в самом начале этого числа. И единица добавляет сюда энергии, добавляет сюда начало, лидерство, то есть, ну, тоже хорошее такое сочетание. Если брать мистическое значение числа 31, то оно говорит о том, что есть некая поддержка высших сил, вот, и она чувствуется в новогоднюю ночь. Если, например, встречается кому-то часто число 31, это может быть подсказка, и говорит она о том, что будь позитивнее, направляй все свои мысли в позитивное русло, ни в коем случае отрицательная сторона, будь это пессимизм как раз, вот, и тогда ты сможешь преуспеть в переменах, потому что это ещё могут быть перемены, это могут быть изменения, и эти перемены нужно как раз направить на благо себе, на благо другим людям. Вот, а люди с числом 31, это люди, которые могут достаточно быстро принять правильное решение, хорошие интуиты, да, интуиция у них хорошая. То есть, ну, совершенно замечательное число, на самом деле, самое главное, слушать свою интуицию, да, и не впадать в пессимизм. То есть, если нефть упадёт до 31 доллара за баррель, это тоже хорошо, потому что мы поменяемся, снимемся с сырьевой иглы, и будем инновационные технологии развивать. Во всём ищем позитив. Давайте искать позитив во всём, и, мне кажется, именно под этим лозунком пройдёт следующий год поиски позитива. Да. Поскольку для позитива всё меньше поводов будет оставаться, тему тщательнее будем искать и генерировать. Большое вам спасибо огромное. Большое, хорошего вам Нового года, и чтобы и цифры были на вашей стороне, и всё было на встрече. Ты всегда на нашей стороне. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok